Здрасте, друзья, всем привет! У нас прошел Гран-при Испании, и это, соответственно, обзор уикенда Формула-1 2020, режим моя команда. Были у нас некоторые проблемы с интернетом в стране, поэтому квалификацию и весь вот этот вот менеджмент практики мне пришлось проехать за кадром, стримить возможности тупо не было. Поэтому сейчас я вкратце расскажу, что у нас вообще происходило. Денег у нас, как видите, не особо много, поэтому никакого развития отделов мы сейчас заказать себе не можем, ни во что вложиться. А вот в исследовании по ресурсам у нас есть ресурсики, поэтому мы заказываем себе обновление на шасси, которое приедет к нам прямо перед Гран-при Монако. Также перед практиками на Гран-при Испании, который у нас сейчас будет, я решил поставить себе старые элементы силовой установки, которые немножко подизношены, которые уже теряют свою мощность, но в практиках это не так важно, в общем-то мы основные побережем. Коробку же поменять мы, разумеется, не можем, потому что тупо смена коробки через 6 гонок, старую ставить никак нельзя. По спонсорам нам еще пилить и пилить, а вот, кстати, я еще нашел одну прекрасную штуку, про которую я совсем забыл, когда игру эту рассматривал. Это перки, бонусы пилота, которые мы можем купить себе за деньги. И так как деньги у нас есть, я, в общем-то, решил взять их абсолютно все. И посмотрим, в общем-то, что из этого выльется, покупаем все бонусы, поэтому следующие деньги, которые мы накопим, я, скорее всего, тоже волью в эти самые бонусы. Ну и если кому-то интересна личная статистика прошедших гран-при, 421 круг мы уже успели покататься на разных трассах, 2348 километров, в общем-то, не знаю, я статистику очень люблю. И тогда мы, друзья, переходим к практикам, и первое, что нам бросается в глаза, это прогноз погоды на наш уикенд. В первой сессии будет легкий дождик, вторая сессия свободных заездов пройдет в сухую погоду, третья сессия будет под ливнем, квалификация у нас ждет опять-таки дождевая, а гонка нас ждет в ливень. И это полная жопа. Пришлось мне даже немножко думать о том, как проходить практики, какие проходить практики, в каких условиях, потому что все практики катать смысла особого не было в дожде, скажем так. Поэтому я решил выехать в промежуточных условиях, если можно так выразиться, в легкий дождик, проехать практику на освоение трассы. Да, кстати, комплекты шин дождевые и промежуточные, они тоже ограничены. Из-за практики хотелось потратить максимум по одному комплекту промежутка и одному комплекту дождевых шин. К дождю я, кстати, более-менее уже нормально стал относиться, особенно к легкому дождю. То есть, как видите, машина держит трассу, но дождь, увы, отнимает обгоны. Плюс настройки дождевые, я не знал, что делать с настройками на гонку. Во-первых, потому что у меня не было интернета, у меня был недоступен Steam Workshop, я не мог загрузить какие-то дождевые настройки. У меня были сухие настройки, но они, скажем так, немножко не работали, поэтому пришлось потратить какое-то время, чтобы их немножко переделать на дождевые. Не знаю, наверное, у меня это более-менее... Я не умею просто крутить вот эти вот все настройки. Я ни хрена не гоночный инженер, и это, наверное, не очень правильно, что в данной игре должен гонщик крутить. Мне нравится, как сделано в осетах Корси Компетиционе. У тебя есть два пресета настроек, агрессивные и безопасные. Под каждую трассу они в игре есть свои. В принципе, если ты умеешь настраивать машину, то ты еще больше выиграешь. Ну, как-то так. Так, в общем-то, как видите, освоение трассы было сделано просто прекрасно. Один поворотик я всего там немножко не попал. А также, так как у нас квалификация проходит именно в таких же дождевых условиях с легким дождиком, я решил квалификационный темп проходить именно в таких вот дождевых условиях неприятных. Соответственно, удалось выполнить эту программу с отличным запасом. А также с большим запасом я сделал программу на стратегию на гонку, именно в промежуточных вот таких вот условиях, на изношенных шинах. И меня очень сильно сзади прессовало Рено. Она меня быстро догнала и очень сильно прессовала. И это был первый тревожный звоночек. Все дело в том, что вроде как все программы я выполнял с гигантским запасом, а я очень много уступил даже своему напарнику. Несмотря на то, что я выполнял программу на квалификационный темп. То есть максимальный ЕРС, максимальный режим работы двигателя. И один хрен я намного медленнее, чем боты. Видимо, квалификация у нас будет очень тяжелой в таких условиях. Далее была, друзья, вторая практика. Уже в хорошую погоду трасса высохла. Ну и, соответственно, режим экономии топлива, режим экономии резины, режим экономии ЕРС. Все это дело было выполнено практически с первой попытки на фиолетовый результат, особо не напрягаясь. Ну и тут, друзья, по результатам практики меня ждал сюрприз. Я занимал последнюю строчку, хотя, да, я был на медиуме. Я не ехал быстрые круги реально. Плюс у нас, кстати, изношенный двигатель стоит в практиках. Но я медленнее, чем мой напарник. Это грустно. Ну и последняя, друзья, третья практика, которая была в ливневых условиях. Именно в таких условиях у нас будет гонка. И, соответственно, логичнее всего было тренировать в ней стратегию на гонку. Посмотреть, насколько хорошо расходуется резина, или плохо расходуется, или экономится хорошо. Не знаю, как правильно. Насколько у нас экономия топлива идет. В общем-то, все эти данные собирать довольно-таки полезно. Плюс немножко прикататься, посмотреть, как машинка ведет себя на мокрой трассе в ливневых условиях. Именно ради этого я, в общем-то, и выехал, и намотал кругов. Плюс я еще настройки подбирал, скажем так, именно для ливня. Потому что это было самое, скажем так, время для того, чтобы настраивать машину. Конкретно наше корыто. Не знаю, удалось мне это или нет. Я не знаю. Вам судить, в общем-то, по итогам гонки. Ну и, соответственно, вот такие вот результаты у нас в практике. Топливо тратится больше, чем нужно. Но, в принципе, в дожде можно ехать на необогащенке без проблем. Резина держится хорошо. То есть, можно будет андеркатить, проехать гонку с одним пидстопом. Потому что тоже, в принципе, хорошо. Мы собрали все ресурсы, которые могли собрать за эти практики. И, соответственно, переходим к квалификации. Ах да, результаты свободных заездов в дождевых условиях. Мы все в той же жопе, в которой и были. И, кстати, на третью тренировку я уже поставил новый двигатель. Чтобы вот расходы все считать именно для стратегии. Именно на нормальном двигателе, на котором мы поедем гонку. И мы все равно в жопе. Да. Соответственно, квалификация была проведена первая попытка. И да, как и все предполагалось, мы находились в полной жопе. Причем мы проигрывали даже напарнику. То есть, ну, промежуточные условия с ботами, видимо, не мое. Но еще одна попытка. Ставим себе свежий комплект промежуточных шин. Увы, никуда от этого не денешься. Нам надо выходить из этого сегмента. Поэтому пробуем. Что самое главное. Дождь на тот момент-то уже закончился. Был большой еще спрей от колес. То есть, на сликах ехать было очень рано. Поэтому пришлось выезжать на промежуточных шинах. И я не знаю, каким образом игра на меня вот так вот троллила последнее время. Она мне показала 20-е место. Я сразу же очень сильно расстроился. Но игра поменяла его на 15-е. И я, разумеется, обрадовался. Мы выходим во второй сегмент с 15-го места. И это очень хорошо. Правда, у нас не осталось промежуточных шин, которые были бы прям свежие-свежие. Во втором сегменте я решил ехать на одну попытку под конец сегмента. Потому что с шинами проблема. И я сидел, ждал, на каких же шинах поедут на последнюю попытку мои соперники. И в конце я увидел, что вот он, одел перец, по-моему, софт. И, соответственно, быстро несусь в меню, переставляю себе софт. Выезжаю на сликах самым последним уже по самой сухой трассе. И вот тут надо жарить. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Тут игра опять решила меня немножко потроллить. Показала мне 16 место, но потом поменяла на 11. И 11 стартовое место это очень хороший результат для меня, для Испании. Тем более для дождевой квалификации. Плюс еще, друзья, я после квалификации, зная, что будет ливневая гонка, проехал две дистанции гран-при по 66 кругов в дождевых условиях. За эти 66 кругов я совершил два, точнее, 132 круга. Я совершил целых два обгона. И вообще на трассе их было столько. Плюс андеркаты. То есть уже была какая-то стратегия даже. Но нам предстояло просто тупо тошнить за соперниками, если мы будем быстрее их. Или же тупо держать паровозик, если сзади соперники быстрее меня. То есть, ну по-другому никак вообще. Ну и разумеется, еще можно на старте проиграть позиции или же выиграть позиции на старте. Плюс у кого-то могут быть штрафы. А так, в принципе, без какого-то оптимизма я шел к этой гонке. Ах да, видимость нулевая. И убиться можно было в любой момент. Потому что, мать его, скользко было просто капец. Вообще, к испанскому треку, вот эта вот Каталуния, которая сейчас на ваших экранах, у меня нету каких-то теплых чувств. Многие его любят. Я же не очень люблю его. Особенно третий сектор. А третий сектор в дождь, это вообще полная жесть. Да, третий сектор похож на Монако. И в прошлые годы всегда Red Bull. Вот чисто на третьем секторе, как и в Монако, они доминировали. В этом году вряд ли такое будет. Вот вам дождик, пожалуйста. Это просто кошмар, да. Обгонять на этой трассе можно в двух местах. Это, по сути дела, после двух прямых перед резкими торможениями. И то, даже после задней прямой, там где более резкое торможение, там сброс до второй передачи идет. Вот там вот можно обгонять посуху. Посуху, да. В дождь нельзя. То есть, можно, но очень сложно. Потом вы увидите даже почему. Поэтому, соответственно, друзья, стартовая решетка. И у нас на первом ряду, как обычно, два Мерседеса. Первый бот, а второй Хэм. Третий у нас Шарли Клер. Четвертый Албан. Пятый Фетель. Потом Сайнс. Ферстаппина нету. А почему? Потому что я на десятое место поднимаюсь. А Ферстаппин у нас в жопе мира на четырнадцатом месте. Он получает десять позиций штрафа. И ему это, честно говоря, не очень в этой гонке поможет. Соответственно, дистанция шестьдесят шесть кругов. По стратегии у нас один питстоп. Два отрезка по тридцать три круга. И в планах, если будем держаться за кем-то близко, то андеркатим. Заезжаем на тридцать первым, тридцать вторым. Плюс шины у меня расходуются более-менее нормально. Может быть, кстати, отыграем позицию за счет того, что кто-то на два питстопа поедет. А я на один. За счет этого можно было отыграть позиции. Я проверял. Но вот, в целом и все. По топливу, видимо, что есть недостаток у нас. То есть, расход ожидается больше, чем нужно. Но, опять-таки, не обогащенка. В случае чего, нам поможет. Ну и, друзья, старт. Старт в дождевых условиях. Я его прям в день гонки тренировал. Прям раз 15-20. И все время я его всирал. И, соответственно, именно с таким же намерением я начинал здесь старт. Плюс, кстати, выгоднее было стартовать с левого ряда. Я пытался туда сместиться. Потому что здесь можно было немножко на внешку залететь. По внешке пройти первый поворот. Потому что боты немножко тормозят здесь. Но, уворачиваясь из-за того, что ни хрена вообще не видно было. Уворачиваясь, я вылетел с трассы. Чтобы просто не убиться. И, соответственно, опустился аж на 15-ю позицию. А еще раз уж у нас есть такая возможность. Давайте посмотрим повтор старта с телекамеры. Если можно так выразиться. Соответственно, сам старт у меня удался не очень. Я вот сместился на левую сторону. Но, как видите, просто пришлось. Резко они оттормаживались. И просто уворачивался. Отсюда еще более-менее хорошо все видно с такого ракурса. Но из кабины вы сами видели. Вообще не видно было. Но и, как мы видим на этом повторе, произошел небольшой разворот сзади. Смотрим повтор еще с камеры с машины Кевина Магнусона. Походу, это он развернулся. Здесь я немножко виноват, наверное, все-таки был. Хотя он меня тоже поддел. Я возвращался на трассу не очень, скажем так, безопасным способом. Из-за чего Мага испугался. И, соответственно, потерял машину. Забодал Ферстаппен. А меня как-то так это все дело получилось. Ну ладно, мы возвращаемся к нашей гонке. Соответственно, старт у нас провален оказался. Видимость впереди нулевая. Впереди меня Ферстаппен. Перед ним Гасли, которого Ферстаппен, само собой, не может обогнать. Перед ним еще был Кимми Райканен. Впереди была группа, которая спокойно отъезжала. Да, кстати, здесь я опять-таки не увидел просто тормоз... Да не вижу я, где они... Они раньше тормозят из-за того, что движется плотной группой. Их ни хрена не видно. Как-то надо оттормаживаться. Была идея ехать задом, потому что в зеркале заднего вида, виртуальном, все прекрасно видно. Но да, идея хорошая, реализации никак. Благо тогда крыло я не сломал. В общем-то, ни хрена не видно. Держака нету. Мы пытаемся ехать. Седьмой круг, ситуация не меняется. Мы все так же в секунде от Ферстаппена. Все так же ни хрена не видно. Все так же скользко. Все так же окон у нас сидит сзади. Кстати, нас догнала вся группа, которую развернула. Из-за Магнусона, кто там остановился. И вот тут мне почему-то захотелось наехать на паре, прик на внутренней. И, соответственно, здравствуйте, стена. Первый флэшбэк. На девятом круге было примерно все то же самое. И здесь я что-то прям даже концентрацию потерял. Не знаю почему. Выехал я на траву, там где вообще не должен был выезжать. Там следом форточкин начал меня атаковать. Я перетормозил. Точнее промахнулся с торможением, потому что надо было отыгрывать себе позицию. Выехал в гравий. А потом пытаясь вернуться на трассу. Короче, это полная жесть была. Здравствуй, второй флэшбэк. После флэшбэка, разумеется, мы продолжили борьбу с Аконом. Но здесь я ее успешно, в общем-то, выиграл. Правда, эта французская скотина меня поддела и унесла в стену. Но это не считается. Мы договаривались, что флэшбэки, которые по вине, скажем так, тупости ботов, они не считают. Хотя, может быть, я и сам там виноват был. Хрен его знает. Таким образом, в таких же условиях гонка продолжалась до 20-го круга. Я в той же секунде, там плюс-минус, иногда до 2-х секунд я отъезжал от Ферстапина, от этой группы. Иногда в секунду к ним заезжал, чуть ли не вплотную догонял их. Темпа у меня как такового не было. То есть, иногда я выстреливал, не знаю, от чего это зависело. Может быть, и концентрация, может быть, и усталость какая-то сказалась, опять-таки, после работы. Тяжелые погодные условия. Не знаю, в общем-то, как это работает. Хотя, там по временам смотрели, то они ускорялись, то еще что-то случалось. Короче говоря, выехала машина безопасности. Тут сразу же у нас пошли различные мысли о стратегии, о том, нужно ли нам заезжать, не нужно ли нам заезжать, в каком темпе, что как, можно ли топливо наэкономить. Короче, мыслей было очень до хрена. Главное, что я не обратил внимания, да вообще никто не обратил внимания на сраный таймер. Я про него совсем забыл. И из-за этого мне влепили штраф проезд по питлейну. Но таймер же продолжал, я же не обращал на него внимания, да и на штраф я, честно говоря, внимания не обратил. После чего мне влепили второй штраф. Опять-таки, этот же самый проезд по питлейну. Их уже два было. Самый косяк был в том, что я не видел этих штрафов, я не видел этого таймера. Потом я как-то мне в глаза бросилось, что это дельта зеленая-красная моргает. Я стал держать темп. Тем более, что мы еще пересекли эту самую финишную черту. Но блин, два проезда по питлейну, о которых мы еще не знали на тот момент. Соответственно, PSK возил нас за собой до 25-го круга. После 25-го круга он ушел. Был произведен рестарт. Для нас рестарт проходил в третьем секторе, прям в самом лучшем месте, где разгоняться нужно. И меня очень сильно смутило то, что нас просят заехать в боксы. Я же вроде не просился на питлейн. Да, я не знал о том, что у нас сраный штраф проезд по питлейну. Соответственно, на 26-м круге я увидел вот это вот предупреждение сверху. Оно выскочило о том, что два круга нам осталось, чтобы проехать по питлей. Но если мы не сделаем это в течение трех кругов, один мы типа просрали на рестарте уже, то я не знаю, что будет там накинуть. Наверное, секунд 30 к зачетному времени, а это, считай, последнее место. Ну, в общем-то, было ничего поделать. Плюс заезд на боксы, кстати, здесь количественный просто вот настолько, насколько это можно себе представить. В общем-то, мы заезжаем в боксы и, соответственно, весь пелетон проносится мимо нас. Да, вот такая вот абсолютно грустная ситуация. Не знаю, остаются ли у нас шансы побороться в этой гонке. Полнейшая дизмораль на тот момент. Это была просто катастрофа, я не знаю, какая-то. Посмотрите, в каком отрыве просто все впереди. Я не знаю, как их догнать, ладно, но обогнать. Это большая проблема. Но в конце этого круга мы получаем еще один удар под дых. Нам выписывают еще один. Ну, точнее, не выписывают, а мы узнаем, что у нас, оказывается, два проезда по питлейну. И это просто, просто все. Это фиаско. Лезем сразу же в меню, в директор гонки. Смотрим, что у нас, да, два проезда по питлейну висит. И тут была дилемма. Было два варианта развития событий. Первый, это нахрен сойти с гонки, не мучить себе нервы и все такое прочее. Или же продолжать гонку. Продолжать гонку на последнем месте, отставая от всех практически на минуту. Без каких-то возможностей обгонять на этой трассе. Короче, меня уговорили нахер. Нахер эту гонку, просто и все. А еще, кстати, был третий вариант. Это рестарт гонки. Но так как мы уже проехали 26 кругов, я уже был изрядно подизмотан из-за этих 26 кругов. Выдержать еще 66, короче, даже я не верил в свои силы. Хотя я в свои силы, знаете ли, иногда верю. Но нет, в данном случае рестарт, точнее не рестарт, а нахер был самым оптимальным вариантом. Смысла в ней не было больше. Дальше продолжать. Смысла именно вот в том-то и дело, что не было смысла. Даже ради контента, по сути дела, мы бы просто в пустой месте ехали бы. Даже отыгрывая по одной секунде с круга от впереди идущих, отставая на минуту, мы бы до конца сессии, мы бы просто тупо их не догнали. Так что, друзья, вот такой вот уикенд у нас получился. Мерседесы выигрывают эту гонку, как ни странно. Вместе с ними на подиум поднимается Шарль Леклер. Шарль Леклерг. А Максим Йосович Ферстаппин, благодаря симуляции, пробивается на четвертое место и становится героем гонки, как ни странно. Хрен бы у него это получилось, если бы мы ехали на самом деле полную дистанцию. Вообще говоря, не знаю, по прошествии времени, уже все обдумав, немножко остыв от этой ситуации, оно понятно, знаете, не каждая гонка бывает удачной. Хотя, по сути дела, и прошлая была не самой удачной. Но бывают и взлеты, и падения, и у нас они обязательно будут, эти самые взлеты. Да и падения будут. Не все гонки будут прекрасные. Кто-то сейчас выигрывает и радуется, потом мы будем выигрывать и радоваться, а кто-то будет проигрывать. Это гонки, это спорт, и всегда должен быть кто-то обязательно проигравший. В следующий раз, друзья, нас ждет Гран-при Монако. На следующей неделе, скорее всего, перерыв между гонками будет чуть больше, чем у нас обычный перерыв, потому что, как вы видите, трасса очень узкая, требует большого количества тренировок. И, соответственно, надо тренироваться, да. Я не хочу всрать и эту гонку тоже вторую подряд, хотя тут велика вероятность. Максимальной концентрации, нету никаких обгонов, трассы тяжелые, убиться можно в абсолютно любом повороте. И что самое главное, 78 кругов боли. Плюс еще неизвестно, какая погода будет. Если это будет опять дождевая гонка, то я сразу заявляю, я физически ее проехать не смогу. Потому что есть здесь прекрасный вот такой тоннельчик, в котором нет дождя, и, соответственно, там сухой асфальт внутри при дождевой гонке. И, короче, ну здесь будет больно нам. Поэтому, в общем-то, друзья, чтобы не пропустить все это действие, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите ваши комментарии по поводу нашей вот этой гонки, которая у нас прошла. По поводу квалификации напишите комментарий. Тем более, квалификацию никто не смотрел, ее не было. Как по мне показалось, она довольно-таки интересно у нас прошла. Вот. И, в общем-то, всем, друзья, огромнейшее спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok